В Орленке стартовал финал шестых президентских спортивных игр школьников. Это соревнование между командами общеобразовательных учреждений нашей страны. Чтобы попасть в финал состязаний, ребята выдержали большую конкуренцию на школьном, муниципальном и региональном этапах. На торжественной церемонии открытия всероссийского этапа соревнований в атмосферу праздника окунулась и наша съемочная группа. Около 1700 школьников в возрасте от 14 до 15 лет в течение двух недель будут бороться за звание лучших. Здесь, в Орленке, команды отстаивают честь не только своего класса и школы, но и всего региона. Ведь на заключительном этапе всероссийских президентских игр встречаются ученики из 76 субъектов Российской Федерации. Президентские спортивные игры объявляются открытыми! Организаторами финала президентских спортивных игр выступают Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство спорта нашей страны при участии Общероссийских спортивных федераций и Всероссийского детского центра «Орленок». Основные цели проведения таких игр – пропаганда здорового образа жизни и приобщение к идеалам и ценностям олимпизма. Для меня победитель будет тот, кто, приехав домой, будет удивлять своих родителей тем, что утром встает и делает зарядку, тем, что занимается и физкультурой, и спортом ежедневно. С каждым годом все больше школьников активно участвуют в спортивных состязаниях. Отсюда растет количество участников президентских игр. В самом массовом школьном этапе состязаний в этом году соревновались более 6 миллионов учащихся из 35 тысяч образовательных учреждений нашей страны. В итоге победители среди финалистов определятся в таких обязательных видах спорта, как баскетбол, настольный теннис, плавание, шашки и в трех дополнительных – лапта, велоспорт, маунтинбайк и тек-регби. Нам нужно развивать те виды спорта, которые сегодня востребованы, пользуются популярностью, являются народными видами спорта. Ну и, по сути дела, они и легли в программу. Все площадки у нас готовы. Готовы судьи, готовы специалисты, которые будут отслуживать эти виды спорта. И, безусловно, что вот те три новых вида спорта, которые введены в этом году, им было уделено повышенное внимание. Финальный этап президентских спортивных игр для ребят – в первую очередь праздник. А поздравляют участников «Орлята», танцевальные коллективы из разных уголков нашей страны и лучшие друзья детского центра – диджей, певец и композитор Михаил Гребенщиков и актриса театра и кино Лиза Арзамасова. Краснись и бой, краснись и бой, попробуй в жизни хоть раз. Сегодня просто такой заряд эмоций, когда пели, танцевали, вот вожаты, нас подбадривали, так классно было. Я очень мечтала сюда попасть. Мне здесь очень нравится, и просто когда было открытие, когда звучал гимн нашей великой страны, просто мурашки по коже, очень радостно. Настроение с каждым годом только лучше и лучше, отжидания от наших выступлений все выше и выше. Самое яркое, наверное, это знакомство с остальными ребятами. Все было очень весело и круто. Наш Орленок. Столько много традиций, столько много мест, столько много позитива. Куча эмоций и вообще все очень понравилось. Почему в последний момент соревнований сняли Кировскую область? Куда из программы делась легкая атлетика? На эти и другие волнующие вопросы журналистам и орлятам на пресс-конференции по традиции отвечают спикеры президентских спортивных игр. Здесь затрагивают и тему будущего состязаний. В планах у организаторов придать играм статус международных и учредить переходящий кубок. Какое влияние на развитие физической активности в регионах нашей страны оказывают игры? Дети хотят быть спортивными, хотят быть здоровыми, и это становится новым. Первые соревнования начинаются уже 12 сентября. В первые три дня определятся сильнейшие команды по настольному теннису и баскетболу. О всех победителей в общекомандном и личном зачетах мы узнаем на закрытии заключительного этапа президентских игр 27 сентября.